Сегодня у нас будет маркетингальное неравенство. Мы докажем три известных неравенства – два неравенства Дуба и неравенства Бурхольдера Дэвиса Ганти. Мы докажем только неравенство Дуба и неравенство Бурхольдера Дэвиса Ганти в одном частном случае. Эта теорема, которую мы докажем, Она о следующем. Пусть у нас есть неотрицательный субмартингалов, тогда верно такое утверждение. В некотором смысле можно считать обобщением неравенства Чебышева для субмартингалов. Если бы здесь стояло XN, если бы неотрицательный, если бы здесь стояло XN, это было просто неравенство Маркова. Я сказал Чебышева, я говорил Маркова. Это тоже иногда называется Чебышева. А это более сильно. Он говорит не просто, что XN больше или равно лямбда, а что целый максимум больше или равен лямбда. Это первое неравенство. А второе неравенство для норм в ЛП. Я напомню, что норма в ЛП – это ожидание случайной величины в степени П, в степени неравенства на П. Можно сказать такое неравенство, что максимум по норме оценивается через норму последнего значения. То есть для субмартингалов, ну и в частности для мартингалов, распределение и моменты максимума можно оценить через последнее значение. Это в дальнейших результатах оказывается очень удобно, потому что с помощью максимума можно, допустим, равномерно ограничиваться. Фрагменты случайной последовательности для этого достаточно значить последние значения. Можно оценить через норму последнего значения? Ну вот мы дальше, например, увидим. Вот у нас с прошлой лекции остался такой результат, что если хн у нас мартингала, ограниченный в ЛП, то тогда он сходится к х-бесконечности. Существует предел х-бесконечности. Там сходимость в ЛП. То есть мы знаем, что есть сходимость почти на верное. А нам нужно было оценить, например, вот такую вот вещь. Хн минус х-бесконечность. Ну как ее можно оценить? Ее можно оценить двумя максимумами. Да, просто меньше равно вот этот меньше одного максимума по модулю. А это меньше равно другого максимума. А тогда, если мы хотим брать ожидание степени П и показывать, что это стремится к нулю, значит, нам хотелось бы сказать, что почти на верной сходимость есть. Надо тогда, чтобы воспользоваться теоремой Лебега, ограничить это в ЛП. И вот в ЛП это будет ограничиваться ожидание максимума в степени П. Если да, уж на ужин условие, что максимума в степени П конечен, то тогда у нас вот. Значит, да, вот это вот оценивать так по себе неудобно. Можно сказать, что это меньше равно 2. 2 на Ку на Е, Х-бесконечность в степени П. Ну здесь тоже надо еще подразумевать. Я просто везде сразу все в степень П развел. Ну еще это, где это еще полезно? Еще это полезно в случае непрерывного времени. Когда, если мы рассматриваем, допустим, ну скажем, мы дальше ведем интеграл по Мартингалу, и вот нужно оценить норму в пространстве непрерывных функций. То есть взять разность двух непрерывных функций, два интеграла, взять их, они будут Мартингалами, взять разность, оценить их в норму. Значит, норма – это будет максимум, но вот норму ожидания максимума в степени П можно будет оценить только с последним значением. В общем, удобно это. Удобно и будет применяться. Ну давайте докажем. Здесь доказательства такие. Некоторая цепочка равенств. Сейчас я прокомментирую, некоторые моменты подробно распишу. Ну вот в первом неравенстве. Оцениваем вероятность того, что максимум больше или равно лямбда. Как можно это записать? Можно это записать так. Ну вот единица на лямбда и лямбда, просто я забесплатно множество поделю на лямбда. А то, что здесь написано, вот это вот ожидание суммы, ну утверждается, что это и есть вероятность. Значит, почему это вероятность? Ну, когда может произойти событие, что максимум xk больше или равен n? Значит, мы его разобьем, вот это вот событие, максимум xk больше или равен n. Максимум xk пока меньше или равно n, больше или равен лямбда. Мы его разобьем на такие события, что максимум достигается на x0, максимум достигается на x1, на x2 и так далее на xn. То есть это можно представить в виде объединения событий. Максимум по xk пока меньше или равно n правил xитому по i от 0 до n. И этот максимум больше или равен лямбде. Значит, xит больше или равно лямбде. Ну, тут, по-моему, для того, что, может быть, допустим, могут быть две случайные величины, которые принимают одинаковое значение, равные максимуму. Давайте скажем, что вот это вот i – это первый индекс. Первая такая случайная величина, которая равна максимуму. То есть, по сути, то, что здесь написано, это мы считаем вероятности того, что, например, x1 больше или равно лямбда, потом x1 меньше лямбда, а либо больше 0 лямбда, да? Ну да, значит, здесь, когда k равно 0, ну вот сразу первое значение больше или равно лямбде. Может быть, первое значение меньше лямбда, второе значение больше лямбда. Вот там эти события, они все, конечно, не пересекающиеся, поэтому здесь вот написана сумма вероятности этих событий. Ну, там ожидание, индикатор – это и есть вероятность. Нет, то есть, вот мы берем первое значение, которое больше или равно лямбда. Если, скажем, x1 больше или равно, x0 больше или равно лямбда, то вот это событие x0 больше или равно лямбда, оно не пересчется со всеми остальными событиями, потому что во всех остальных событиях, вот там есть условие x0 меньше лямбда. Вот, значит, они несовместны, ну и да, можно заметить, что действительно это в точности событие того, что когда-то максимум, если эти события, одно из этих событий происходит, то максимум больше или равно лямбду. Если максимум больше или равно лямбду, ну, значит, какое-то из этих событий происходит. Так, дальше мы можем сказать, ну, просто оценим вот это лямбду. Лямбдами x0 больше или равно лямбду. Ну, значит, я здесь заменю лямбдами x0. А потом в следующем слойстве. Вот этот индикатор с тремя точками, ну, это вот то длинное событие, которое там написано. То есть, воспользуемся следующим. Величину x0, поскольку это субмартингал, мы можем сказать, что xкат это меньше или равно чем ожидание xn в условиях ката. Просто определение субмартингал. Поэтому вместо этого xкатова я подставлю вот такое. Вот ожидание xn. И у меня здесь получится единица на лямбда. А там будет ожидание от суммы от ожидания. Сейчас я поменяю их местами. Я напишу, что это. Поменяю сумму и внешнее ожидание местами. Сумма пока равна нуля до n. Будет ожидание. А потом под этим ожиданием будет условное ожидание. xn при условии fk. И здесь еще будет на индикаторах. Дальше мы заменили xкатой на условное ожидание. Вот оно. Это как бы то, что вместо xкатова было. А дальше я вот внешнее ожидание, которое там стояло после единицы на лямбда. Я просто сумму местами поменял и все. Здесь все конечно, все интегрируемо. Поменять местами можно. Нет, там все правильно. Там xn. Вот этот вот шаг, значит. Почему там получается xn? Потому что вот этот индикатор, он fk измерим. Потому что там только величина до xкатова. Значит, этот индикатор можно внести сюда. И потом можно взять два ожидания. Эти два ожидания нам дадут как раз-таки безусловные ожидания. И будет xn на индикатор. Вот. Получается вот такое. Неравенство xn на индикатор. Ну, значит. Дальше что мы сделаем? Дальше мы вот это опять поменяем. Можно под суммой, можно обратно поменять. Потому что суммы ожидания можно здесь представить. Сумма конечная. Вот. А здесь дальше скажем, что вот. Ну, вот сумма таких поменяем. xn с этой суммой. Сумма индикаторов, она таки как раз, как мы поняли, равна индикатору того, что максимум, ну, максимум только по xk, там xk пропущено. xk больше или равно лям. Вот. А теперь мы можем сказать, что xn у нас не отрицательный по предположению. Значит, вот это все можно, индикатор, просто оценить единичкой. Все. Вот получается неравенство. Так. Первое доказали. Второе. Ну, сейчас тоже будет с почкой нет каких преобразований. Значит, давайте для краткости обозначим. И дальше я буду использовать это обозначение. x со звездочкой до n это максимум. Последовательность xk до момента n. Ну, вот оценим. Ну, нам нужно оценить ожидание максимума в степени p. Значит, первое, что можно сначала проинтегрировать по частям. Значит, ну, как мы проинтегрируем по частям? Что такое ожидание xn со звездочкой в степени p. Ну, это интеграл по f в степени p. d, вероятность того, что xn со звездочкой меньше или равен. Так. Равно. Давайте будем считать пока, что... У меня не так неявно предполагается, что это мартингал неотрицательный, но это не нужно в неравенстве. Давайте пока... Пусть будем считать, что у нас субмаритингал. Давайте будем считать сейчас для простоты, что x нулевое у нас равно нулю. Тогда вот этот максимум у нас неотрицательная величина. Тогда здесь можно сказать, что здесь интеграл от нуля до бесконечности. Значит, теперь по частям. Ну, да, не сразу по частям, а я запишу это так вот. Это интеграл от нуля до бесконечности. Ну, как стандартно. d единицы минус p, xn со звездочкой больше t. Теперь проинтегрируем по частям. Вот это вот не единицу можно сократить. Здесь написать минус. И написать это так. d dp. xn больше или равно t. Здесь будет t в степени p. Вероятность. xn со звездочкой больше t. С минусом. И плюс интеграл от нуля до бесконечности. Вероятность xn со звездочкой больше t. pf t в степени p минус 1. Так, ну это. В нуле это ноль. В бесконечности надо воспользоваться тем, что надо показать, что вот это вот выражение стремится к нулю при тест стремящемся к бесконечности. Это следует из того, что существует в этот момент. Давайте в качестве упражнения. У xn существует в этот момент? У xn существует в этот момент, потому что это максимум. Потому что мы предполагаем, что... Давайте будем считать, что мы хотим тут оценить все по норме xn и xn по этой норме. Если у xn в этот момент не существует, то тогда здесь просто бесконечности тривиально все оценивается. Давайте будем считать, что у нас у субмартингала в этот момент конечен. То есть у нас вот... Да, вот еще один момент. Будем предполагать, что все xn принадлежат lp. Тогда максимум принадлежит lp, потому что максимум можно оценить сумму этих xn от 0 до n. Нам надо вот что. Нам надо сказать, что если xn принадлежит lp, тогда и xn при m меньше n принадлежит lp. Как это можно сказать? Можно сказать так, что у нас ожидание xn в степени p и xn в степени. Как это можно сказать? Как это можно сказать? Ну вот, да. Сейчас я хочу это выведем из того, что это субмартингал, надо не ранее смиенцем воспользоваться. Мы можем так сказать, что вот ожидание xn в степени p – это ожидание xn при условии fm в степени p. Теперь по условному не равен студенту, но мы можем вот это вот p внутрь внести, сказать, что… Но только это не так, значит, это xn… Ну давайте считать, что… Ну да, давайте пока считать, что… Скажем, пусть у нас не отрицательно. Тогда если для p, если у нас p больше единицы… Тогда все хорошо. А зачем это делать? Возьмем просто, да. Для p больше единицы не отрицательность не обязательно. Возьмем p больше единицы. Будет у нас функция модуль x в степени p. Значит, пока мы просто записали, что это… Поскольку у нас субмартингал, значит, мы можем сказать, что xm меньше или равно, чем ожидание xn при условии fm. Это следует из субмартингальности. Тогда если мы… Да, 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 да. Почему так можно писать, потому что… Нет, это субмартингал, поэтому это неравенство. Ну что-то опять… Вот если было бы не отрицательно, было бы все хорошо. Обе части просто возведем в степень p с отрицательным… Отрицательным хуже, если может быть не отрицательным. Давайте, чтобы сейчас не тратить время, оставим это как упражнение. Давайте, если xm не отрицательно, тогда все хорошо. Просто возводим это в степень p и эту степень p. Получаем неравенство. А здесь дальше воспользуемся неравенством единицы. Неравенство единицы – вот это вот ожидание в степени p будет меньше или равно, чем ожидание от xn в степени p. Все это будет меньше или равно, чем ожидание от xn в степени p при условии fn. И модуль еще можно сюда же занести. Модуль можно убрать, потому что если мы рассматриваем не отрицательное, значит будет двойное ожидание, и получается ожидание xn в степени p. А вот с отрицательным, ну как-то должно легко получиться. Там можно рассмотреть, допустим, отдельно положительную и отрицательную часть. Давайте это упражнение поставим. Поверим в это. Так, вернемся теперь сюда. Значит, вот первое проинтегрировали по частям. Значит, здесь написано, да, вот тут написано больше или равно. Ну, формально нужно написать здесь строго больше. Но от этого здесь тогда нужно поставить меньше или равно неравенность. То есть либо убрать здесь строго больше. Здесь написать здесь строго больше. Либо можно оставить так, но поставить здесь неравенность меньше или равно. потому что у нас это какие функции распределения рассматривать непрерывная справа или непрерывная слева у нас функции распределения непрерывная справа все ожидания мы так считаем так ну а вот эту форму интегрировали по частям дальше в b но воспользуемся тем неравенцем которым доказали в первую часть его левая часть максимум и вот она что что до последнего последнего неравенства поэтому оценим вот так вот сейчас ну да единица минус т она ушла потому что здесь было больше караунта здесь тв степень повинции не стало тв степень повинции ну пока еще пока вот эта вероятность я мы здесь воспользуемся вот она у нас есть вот начало того неравенства вероятность того что максимум больше или равно лямбда а вот его почти конец единицы на лямбда ожидание xn максимум x2 и и вот она здесь неравенцем написано вот это вот ожидание единицу здесь единицы на т с этим степень п минус 1 ожидание xn на индикатор максимум больше или равно т это есть дальше у нас есть два интеграла по сути но один интеграл другое ожидание теореме фубини поменяем предел надо проезжать теорема фубини применимо поменяем то есть надо проверить что повторный интеграл допустим по модуле здесь по модуле существует поменяли получили такое ожидание ну а теперь надо это проинтегрировать да если проинтегрировать это будет ожидание xn и xn степень п минус 1 этот интеграл и в d теперь надо воспользоваться неравенством гердера поэтому будет возьмем xn в пространстве lp будет норма в lp а вот эту величину возьмем в пространстве lq мы получим x максимум степени п минус 1 по норме в lq ну а теперь надо проверить что на самом деле что такое xn со звездочкой в степени п минус 1 в пространстве lq это будет ожидание x со звездочкой n степени п минус 1 умножить на q все это в степени lc на q п п минус 1 на q дает нам п ну потому что здесь вот это будет надо проинтегрировать будет здесь п делить на п минус 1 п на п минус 1 ну теперь что такое последняя норма последняя норма это ожидание xn со звездочкой с одной стороны оно в степени п минус 1 потому что там п минус 1 написано потом она в степени q потому что это норма в льку и потом все это в степени единица на q значит что здесь такое написано п минус 1 на q п минус 1 на q сколько у нас значит п это должно быть ну давайте давайте проверим единица на п плюс единица на q равно единице значит п п п это единица на единице минус q потом умножаем на q снизу получается q минус 1 ну давай должно быть ну давай должно быть согласно да это значит это получается норма xn со звездочкой в степени поделить на вот единица на кой то вот из-за этого ну а само ожидание xn в степени п это норма в степени п вот и теперь у нас в левой части у нас норма в степени п норма максимум в степени п здесь у нас xn норма xn в степени п надо в общем на это поделить если мы на это поделим то левая часть деленная на эту норму надо собрать эти п и q и как раз и придаст норму xn степени норму максимум в степени п на это надо поделить все а только здесь неправильно написано надо делить на а нет правильно написано нужно делить вот на эту норму и вот эту норму вот эту вот есть значит я напишу просто неравенство утверждается следующее что левая часть того что на доске написано что это xn со звездочкой в степени п получается что это меньше или равно чем q на норму xn в лп и умножить на а вот там вторая норма это ожидание xn со звездочкой в степени п в степени единицы на q и теперь поделим значит в левой части если поделить в левой части получается п минус единицы на q вот это вот выражение в степени единицы на q получается вот это вот выражение в степени единицы на q а это единица на q ну вот доказали мы по крайней мере допустим по модуле того что по модуле того что x0 у нас равно нулю если x0 равно нулю тогда здесь все хорошо если x0 у нас случайная величина и может быть отрицательный нет нет я хочу она должна она будет верный давайте 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 считать что их сын больше то равно 0 тогда все просто ну там можно сделать так вот рассмотреть субмартингал допустим с произвольным нулевым значением мы к нему можем добавить эту x0 величину от этого он субмартингалом быть не перестанет мне по-прежнему будет измеримость по-прежнему будет выполняться неравенство потому что x0 измеримо здесь можно добавить x0 тогда максимум если мы добавляем а к максимуму одну и ту же величину по-прежнему останется максимум ну а вот а здесь будет xn плюс x0 может быть допустим восьмом произволе субмартингал там могут быть неотрицательным значением нас еще одно место где мы используем не отрицательность потому что мы да мы здесь использую в этом неравенстве мы используем фактически то что мы используем в первом в первом хотя нет в первом нам не отрицательность была нужна только в здесь мы используем только до момента в общем я хотел сейчас давайте не будем что-то запретать давайте можно попробовать сдвинуть его можно что еще там можно сделать можно можно рассмотреть вот вместо xn есть нас есть произвольный субмартингал можно рассмотреть xn плюс это тоже будет субмартингал не равен студентам поскольку у нас вот эта функция не убывает она выпуклая это будет субмартингал значит можно здесь написать максимум максимум xk можно оценить как максимум xk плюс всегда максимум xk меньше или равно чем максимум xk плюс потом применить эту теорему там сказать что это будет меньше или равно значит норма xn xn максимум xn вольп будет меньше равно чем максимум xk вольп это будет меньше или равно чем q на xn с плюсом а это будет меньше или равно чем xn потому что если мы берем функцию плюс нет не будет не будет не будет не будет я неправильно сказал да не будет нет 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 все правильно значит у нас есть у нас x мы там получили допустим что у нас есть xn плюс вот так вот оценили в основном ожидании я хочу сказать что вот эту степень لので xn плюс меньше или равен чем модуль xn Тогда, значит, это меньше или равно, чем ожидание. Ну и с нормами, значит, надо что-нибудь интересно произвести. Поэтому будет так. Ну, только надо, значит… Что-то мне здесь не нравится. Ну ладно, давайте. Какой вот это? С нижним. Почему с нижним? Ну, меньше царом модуль. Потому что модуль – это xn плюс плюс xn минус. А xn минус – это не отрицательное. Ну, если у вас xn положительное, то это просто xn и модуль просто xn. Если xn отрицательное, то у вас ноль, а модуль у вас не отрицательный. Ну, давайте-то в качестве упражнения подумать, что здесь можно ослабить это условие. Ну, нам оно достаточно будет считать, что xn всегда не отрицательный. Значит, следствие, которое мы из этого хотим получить, теперь рассмотрим бесконечный горизонт времени. Когда максимум берется по всем n, по всем k. Ну, надо воспользоваться сходимостью. Значит, пусть у нас есть субмартингал, и будем считать, что вот выполнено такое условие, что супремум может дальний xn степень p конечен. Напомню, вот условие у нас, в частности, возникло, было в достаточном условии в бесходимости. Потому что существует предел x бесконечности. Значит, тогда существует предел x бесконечности в lp, и выполнено следующее неравенство. Ну, аналог первого неравенства, супремум теперь по всем, наверное, берется, и аналог второго неравенства. Ну, давайте докажем. Значит, мы доказали сходимость предыдущей лекции. Ну, сходимость мы доказали почти наверное. Здесь пропущено, конечно, мы доказали сходимость почти наверное. Сходимость почти наверное следует, потому что вот это условие по критерию Валя-Куссена обеспечивает то, что у нас субмартингал является равномерно интегрируемым. Из равномерной интегрируемости следует сходимость почти наверное. Значит, предел существует. Докажем первое утверждение. Значит, почему это здесь сказано, что у нас следует из теоремы монотонной сходимости и исходимости в l1? Ну, на левую часть посмотрим. Что такое левая часть? Левая часть – это ожидание индикатора того, что супремум по n больше или равно 0, xn больше или равно 0. Вот эта вот величина. Ну, это почти наверное предел индикатора того, что максимум по k меньше или равно n, xk больше или равно 0. При этом индикаторы у нас не отрицательные, так как при n стремящемся к бесконечности, если n возрастает, то эти индикаторы последовательность небывающих случайных величин. Поскольку максимум может только увеличиться, значит, индикатор будет равен единице на большем множестве. Значит, по теореме монотонной сходимости, здесь все не отрицательно, индикаторы ограничены единичкой, вот это ожидание равно пределу ожиданий, то есть равно пределу вероятности. Для вероятности у нас есть оценка, это меньше или равно чем единица на лямбда ожиданий xn. Это мы доказали в предыдущей части. А здесь мы говорим, что раз у нас Мартингал равномерно интегрируемый, то тут есть сходимость. Ожидание xn, у нас здесь надо предел написать, поскольку здесь у нас предел. Здесь есть сходимость в l1, но в частности ожидание сходится. Значит, это ожидание x в бесконечности номера. Так, первое доказали. Теперь два. Значит, давайте сначала заметим, что вот что полезно заметить. Вот я уже в начале лекции сказал, как нам доказать, что у нас есть сходимость в lp. Ну, вот так вот доказать. Значит, почти, наверное, сходимость есть. Нам нужно доказать, что ожидание этого в степени p стремится к нулю. Это мы оцениваем как двумя супремумами. Сейчас, ну здесь что-то… Да, вот мы оцениваем двумя… Сейчас я напишу это подробно. Значит, мы рассмотрим эту величину. Ожидание xn минус x нулевого. Итог не x, а x бесконечности. В степени p мы скажем, что это меньше или равно чем… 2. Ожидание… Так, хотел бы так написать. Супремум xn в степени p. Ну, это плохо. Плохо, потому что у нас супремум ожидание должно быть конечен. Сейчас, что мы здесь можем сделать. Вот супремум ожидание xn в степени p по условию конечен. А, ну вот. Теперь посмотрим на супремум xn, на норму супремум xn в степени p. То есть, на ожидание супремума в степени p. Вот ее мы можем так оценить. Значит, это предел норм. Почему это предел норм? Потому что… Ну, опять по теореме монотонной сходимости. Да, здесь максимум у нас по k меньше или равно, она не возрастает. Поэтому они не отрицательны. Поэтому по теореме монотонной сходимости. То есть, это равно пределу. А это мы можем оценить как q по леме для конечного горизонта. Как q на норму xn в степени p. Ну, значит, это меньше или равно, чем q на супремум по всем, наверное, больше или равно нуля xn, нормы xn в степени p. Значит, здесь предел, значит, он заведомо меньше, чем вообще супремум по всем нормам xn. Вот, а вот это конечно. А это конечно по условию. Поэтому здесь мы можем сказать, что вот это вот ожидание, оно тоже конечно. Значит, есть сходимость в льпе. Есть сходимость в льпе. И вот здесь. А где условия? Нет, нет, во втором. Здесь? Вот здесь. Сейчас мы еще отойдем. А где условия? Пока мы доказали, что вот у нас есть такая оценка, из нее следует сходимость ВЛП. Ну а теперь посмотрим на левую и на правую часть. Опять левую часть у нас берем для конечного горизонта. Теоремия о монотонной сходимости в левой части есть сходимость, нужна сходимость в правой части. А сходимость в правой части есть, потому что есть сходимость ВЛП, потому что норма непрерывная. Значит, если и xn сходится с x-бесконечностью ВЛП, значит и норма сходится. Ну и значит, приходим к пределу в обоих частях неравенства. Неравенство остается. Так. С этим разобрались. Вот теперь следствие. Это то, что я вначале говорил про то, как убрать условие xn больше или равно нуля. Значит, смотрите, если есть эти теоремы для субмартингалов, они, конечно, выполнены для мартингалов, потому что мартингал – это субмартингал. Ну а теперь я говорю так, что можно заменить все это в предыдущих теоремах условие на то, что xn больше или равно нуля является субмартингалом. Ну, просто заменим условие на то, что xn является мартингалом. Ну и там надо везде заменить xn на модуль. То есть вот здесь будет, допустим, в первом неравенстве будет супремум модуля xn больше или равно лямбда, меньше или равно, чем лямбда в минус первой на ожидание модуля x бесконечности. А здесь будет норма от супремума модуля xn, меньше или равно, чем, ну, в правой части ничего не надо менять. Да. Ну, значит, почему это верно? Потому что давайте рассмотрим модуль xn. Модуль xn – это субмартингал, неотрицательный. Для него все эти неравенства верны. И теперь надо просто показать, что если у вас есть эти неравенства для xn – если вы замените там xn на модуль xn, то от этого неравенства не испортится. Да, но не должны они испортиться. Значит, если я здесь заменю, вероятность того, что супремум xn больше или равно… Ну, просто мы в них меняем xn на модуль xn. Мы получаем субмартингал, который неотрицательный. Вот. Все остается вверх. xn – мартингал, да, а модуль xn – субмартингал. да 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 помнишь Вот пример. Есть известное неравенство Коломогорова, которое используется для доказательства усиленного закона больших чисел. Я напомню, усиленный закон больших чисел – это закон больших чисел с исходимостью почти наверх. То есть рассматриваются независимо одинаково распределенные случайные величины. Самая простая формуля уху. Пусть у нас есть и цены независимо одинаково распределенные с конечным ожиданием. Тогда мы обозначим Sn – частичная сумма от единицы на n. Тогда Sn делится на n, верится к мю. Это усиленный закон больших чисел. Значит, там в доказательстве, в одном из доказательств, которые можно перевести, которое по Коломогорову приведено, используется такое неравенство. То есть нужно оценить максимум XK больше или равно 0. Ну вот упражнение вывести его из того, что мы доказали, из неравенства Дуба. Значит, ну что здесь нужно взять, если у нас есть независимые случайные величины с нулевым средним, тогда Xn – это будет Мартингал. Тогда возьмем это неравенство. Значит, Xn будет Мартингал и даже Xn квадрат будет Мартингал. Потому что неравенство неравенство неравенства. Тогда максимум XK больше или равно лямбе. Это все равно, что максимум XK в квадрате больше или равно лямбе. Да, просто здесь в квадрате. Ну как неравенство, почти как, да. Неравенство Чевушова вводится с неравенством Маркова. Так же и здесь. Ну только здесь есть, значит, да, что здесь, что здесь неверно в формулировке. Надо еще написать, что Xn – конечная дисперсия. Ну что, второй момент конечный. Ну если второй момент бесконечный, то тоже, конечно, формально будет верно. Левая часть, левая часть смысла не будет. Правая часть будет бесконечной, но да, будет верно. Во второй части еще одно неравенство. Но доказывается довольно-таки, в общем случае, довольно-таки тяжело. Но вот есть один случай для P, равный 2. Сейчас мы разберемся. Значит, вот с Мартингалами важная величина, которая связана с Мартингалами, но особенно она оказывается важной в непрерывном времени. Это так называемая квадратическая вариация. Значит, в дискретном случае-то просто рассмотрим такую последовательность, согласованную сумму квадратов приращениях. Ну вот это вот дельта xn, это xn минус xn минус 1. Все это называется квадратической вариацией. Какая-то дельта xk. Да, xk и дельта xk должны быть. То есть у нас есть примерно значение до n, то есть берем... Ну, следующие значения, значит, это и выше, но мы на квадратах. Да, да. То есть здесь вот xn, это сумма пока от единицы до n. xk минус xk минус первая квадратическая. Почему она называется вариацией квадратической? Ну, это такой вот... Значит, что такое вариация? Если у вас есть функция, значит, вариация-то нужно взять всевозможное разбиение, рассмотреть сумму по x3, это минус x3, минус и минус 1. Если вариация просто по модулю, если квадратическая вариация, то во второй степени. И взять пределы разбиений по диаметру разбиений, стремящимся к нулю. Ну, вот если вы нарисуете Мартингал как бы как последовательность дискретного времени. Вот у вас есть 0, вот у вас есть 1, вот у вас значение x0. Потом дальше она перескакивает сюда, значение x1. Посчитайте вариацию этой траектории, квадратическую вариацию этой траектории, как она предоставляет, и будет все изменение этой функции сосредоточено, собственно, здесь, в точках скачков. Поэтому, если мы берем предел по разбиениям, ну, то есть, неважно, какие точки разбиения мы берем на интервалах постоянства, главное, что когда мы берем точку здесь и точку здесь, разное значение здесь как раз-таки равна дельта xn. И поэтому просто нужно включить все эти точки скачков в интервалы разбиения. И тогда в пределе, даже не приедет, даже не конечная сумма, это будет в этой величине. Можно непрерывное время делать, но непрерывное время, естественно, там просто не будет, не сумма приращения. Ну, там еще нужно, можно по-разному определять сходимость, когда мы берем разбиение, стремящиеся к нулю. Сходимость почти, наверное, может не быть, но будет сходимость по вероятности. Но об этом дальше поговорим. Можно вот так вот оценить. Вот если у нас есть квадратическая вариация, тогда максимум, пусть у нас xn-м рейтингал, тогда максимум рейтингала можно оценить сверху и снизу. Норму максимум можно оценить, норму квадратического вариации. Значит, в этом неравенстве, ну, его тоже можно сначала доказывать для конечного горизонта, потом для бесконечного, но поэтому я здесь пишу n, либо конечное число, либо в том числе верно, когда и для бесконечности. Ну, вот есть некоторые константы, которые универсальны, которые только от p зависят. То есть, получается, что норма, ну, значение на x карта, например, оно находится, не может быть, ну, может учить эти боковые значения, а и b положительные, естественно. Здесь нетривиальный результат, а и b положительные. Можно вот так вот оценить. Ну, зачем это нужно? Вот, допустим, в дискретном случае это не так интересно. Вот если в непередном случае вы берете траекторию, вы хотите взять траекторию, допустим, показать, что она стремится к нулю, вот, Мартингал стремится к нулю, тогда вот, ну, непосредственно с максимумом неудобно работать. А вот его можно оценить через квадратическую вариацию, с квадратической вариацией, оказывается, все делать гораздо проще. Так, значит, например, это траектория используется для доказательства в зависимости? Да, да, да. Вот, например, возьмем Бромовское движение, там квадратическая вариация t. А если взять, ну, если взять каком-нибудь диффузионный процесс, тогда квадратическая вариация будет интеграл от сигма от xt до t. Интеграл там не по Бромовскому движению, а детерминированный. Ну, под это. Дальше поговорим. Все дальше. Давайте я докажем ее. Для p равное 2 довольно просто доказывается. Для произвольного случая доставляем самостоятельный разбор. Для p равное 1 тоже можно сравнительно легко доказать. По статье Дэвиса, ну, там просто оценки, оценки, оценки идут. Полное доказательство. Можно много где прочитать, но вот я вот здесь ссылку даю. И вот на этот довольно известный блок по теории вероятности. Можно там прочитать, хорошо написано. То есть, как для p равное 2 доказать? Ну, давайте начнем с левого неравенства. Сначала оценим, что максимум можно снизу оценить квадратнической вариации. Ну, что мы можем написать? Что максимум заведомо больше, чем значение xn. Потому что это максимум. Значит, а что такое норма xn? Он утверждает, что это просто равно квадратической вариации. Как это увидеть? Вот корень из квадратической вариации норма в л2. Давайте я подробно запишу. Значит, это ожидание корень из квадратической вариации в квадрате в степени 1 в 2. Ну, поэтому корень из квадрата сокращается. Остается ожидание. xn в степени 1 в 2. Теперь, что такое ожидание xn? Ожидание xn здесь – это у нас сумма квадратов приращениях. Значит, это ожидание сумма k от 1 до n, дельта xk в квадрате. И все это степени 1 в 2. Теперь я поменяю ожидание суммы местами и ожидание дельта xk. Здесь я еще вставлю одно ожидание при условии сигма-алгебры fk минус 1. То есть, здесь будет ожидание дельта xk в квадрате. Внутрь можно всегда вставить условное ожидание. Поэтому это равно сумма квадратов при условии fk минус 1. Значит, теперь в этом ожидании. Надо написать, что такое дельта xk. Ожидание, условное ожидание дельта xk при условии в к минус 1. Это ожидание – это ожидание xk в квадрате. Потом дальше будет удвоенное произведение 2xk на xk минус 1. Если я возьму при условии сигма-алгебры fk минус 1, поскольку это Мартингау, там останется только минус 2xk минус 1 в квадрате. И плюс еще xk минус 1, который вот отсюда из этой дельты появляется. Поэтому все вот это ожидание xk в квадрате при условии fk минус 1 минус xk минус 1 в квадрате. Значит, мы используем линейность, вот xk в квадрате. Потом, там, где удвоенное произведение, это ожидание xk на xk минус 1 при условии fk минус 1. xk минус 1 можно вынести из ожидания, а ожидание xk при условии fk минус 1 – это xk минус 1 опять. А, значит, минус 2xk минус 1 в квадрате, и еще плюс… Плюс xk минус 1 в квадрате. Остается 1. xk минус 1 в квадрате. Ну, с этим что можно сделать? Можно опять взять ожидание, вот это вот ожидание, которое у нас здесь осталось. Поэтому будет xk в квадрате минус ожидание xk в квадрате минус ожидание xk минус 1 в квадрате. Потом опять ожидание поменять суммой. Это получится, что это ожидание сумма пока от единицы до n, xk в квадрате минус xk минус 1 в квадрате. Ну, а вот эта сумма – это последняя минус первая. xn в квадрате минус x0 в квадрате. Ну, поэтому вот этот xn в квадрате. xn в квадрате. Что здесь не хватает? Что здесь неаккуратно сделано? Нет. Но здесь как бы считается, что n конечный вообще. То есть, надо еще, если у нас n бесконечно, но надо к пределу перейти. Ну вот упражнение пусть это будет. А, ну, здесь просто ошибка, да. Неаккуратно, здесь просто ошибка. Надо здесь писать. Надо везде, ну, вот как здесь я на доске писал. То есть, надо поставить здесь квадрат, да. Здесь будет ожидание, ожидание в квадрате. Мы получаем там ожидание xn в квадрате. Ну и вот, теперь у нас есть. Ну, а нули просто вот здесь вот одну вторую написать. То есть, там должна быть одна вторая в конце. Да, и поэтому будет как раз-таки норма. Если n равно бесконечности, ну… Еще хотел сказать, что когда у нас n равно бесконечности, ну, хочется к пределу перейти, только надо это убедиться, что этот предел существует. Ну, значит, предел для максимума. Ну, в этом неравенстве, значит, если мы перейдем к пределу, поскольку у нас квадратическая вариация не убывает, максимум у нас тоже не убывает, можно просто по теореме о монотонной исходимости перейти к пределу. Поэтому здесь все хорошо, в левом неравенстве. Нет, ну, вот если мы просто рассмотрим чисто вот это неравенство, значит, максимум у нас не убывающая последовательность, квадратическая вариация тоже не убывающая, потому что, опять же, это сумма квадратов. Ну, можно здесь получить бесконечность меньше или равна бесконечности. Ну, будет верно. Но пределы существуют – бесконечно или бесконечно. Теперь правое неравенство. Значит, правое неравенство, ну, как мы оцениваем? То есть максимум, норму максимума в л2 по неравенству дуба можно оценить как q на… Ну, здесь тоже 2 пропущено. Норма xn плюс 2. q равно 2. p равно 2, то и q равно 2. А вот это вот, ну, как мы убедились, норма xn равна норме квадратической вариации. Поэтому здесь тоже неравенство есть. и получаем правое неравенство. И к пределу опять можно перейти. Так. Ну, вот в случае 2 – доказательство простого. Следовательство неравенства. Так. Ну, там надо писать оценки, да. Ну, теперь у нас вот здесь. Значит, очень удачно получилось то, что вот это вот равенство, что xn в квадрате равно… Ну, что норма xn равна норме квадратической вариации. В случае с произвольного пыни будет еще такого. Так. Ну, ци с неравенствами – это все, что я хотел сказать. Дальше у нас такой план. Сейчас я хотел поговорить про множество сходимости. Наверное, сейчас уже не будем уже это начинать. Но вот идея будет такая. Значит, мы в предыдущей лекции дали достаточные условия, когда мартингал сходится почти наверно. Теперь мы немножко эти условия улучшим и вот скажем, на каком множестве мартингал сходится, на каком мартингал не сходится. И вот это будет… Все эти результаты будут даны сначала для субмартингалов в терминах множества, там, где субмартингал ограничен. Он будет сходиться там, где… Субмартингал будет сходиться там, где он ограничен. Это первое. Дальше из этого мы выведем, что сходимость можно задать… Множество сходимости можно охарактеризовать с помощью предсказуемой последовательности из разложения дуба. Множество сходимости, вот множество тех исходов, там субмартингал сходится. Мы докажем разное теорема. Как его можно задать, чему оно равно. Мы, в частности, докажем, что субмартингал сходится там, где он ограничен. Это первый будет результат. Ну, логично, да? Потому что субмартингал как бы в среднем неубывающая последовательность. Значит, там, где он ограничен, ну, он должен сходиться. Но так просто это не получится, потому что это последовательность неубывающая в среднем. Так сразу не очевидно. Но вот оказывается, что да, там, где он ограничен, там он сходится. потом сходимость можно будет охарактеризовать в терминах множество там где сходится предсказуемая последовательность а n из разложения дуба и отсюда важное приложение будет к случаю когда у нас есть мартингал который квадратично интегрируем вот там опять мы рассмотрим мы рассмотрим соответствующую подсказуемую последовательность из разложения дуба для xn квадрат только называется квадратической характеристикой а там с помощью нее можно задать сходимость но такие вот результаты вот в качестве в качестве примеров почему это интересно почему это полезно можно получить закон больших чисел для мартингалов этот аналог закона для частичных сумм а второй можно получить вот еще еще такие примеры можно получить вообще не демо барреля кантели и обобщение теоремы калмагорова о трех рядах о сходимости ряда в следующий раз значит существует предел но вот вот идет предел вот допустим вот так вот пошел вот предел просто последовательно сходится да вот мы здесь доказывали сходимость почти наверное значит для все почти всех реализации там просто предел чем это равен вот рассмотрите вот с бронским движением знакомого да но вот рассмотрели геометрическое бронское движение возьмите д x т равное ну x т д т плюс сигма когда это мартингал но этому рейтингал когда мю равно нулю так этот мартингал не отрицательный не отрицательный потому что потому что явное решение экспонента значит ну по аналогу мы доказали дискретное время тоже самое верным непрерывным это не отрицательным рейтингал значит у него есть предел почти наверно вот значит x а x t сходится к чему она сходится вопрос ну давайте напишем это 0 и в степени ну сигма bt минус плюс сигма квадрат плюс мил минус сигма квадрат пополам минус мюты если мы равномали просто минус сигма квадрат пополам т значит в экспоненте мы получаем сигма на bt минус сигму квадрат пополам т но вот эта линейная функция она сбивает бронское движение тоже бронское движение растет медленнее чем линейное а поэтому значит предел вот этого это все стремится к минус бесконечности значит этот мартингал стремится к минусу